Да, значит, в прошлый раз мы немножко поговорили про гомологии, ну, цепные комплекции, соответствующие коцепные комплексы для групп. Еще раз я подчеркиваю, что основная мотивировка при этом была, как эти цепные и коцепные комплекции позволяют строить варианты трехмерных многообразий. Я предлагаю от этой точки зрения не отходить, хотя выходов в другие смежные области алгебры и топологии в том числе наличствуют в большом количестве. А сегодня я хотел обсудить, что известно, ну, или, по крайней мере, то, что я успел прочитать в книжке, сумел, по поводу размерности 3 вот в этих цепных и коцепных комплексах. Но сначала я, с вашего позволения, напомню базовое определение. Еще раз, значит, мы строим цепной комплекс. Тема-то у нас в докладе какая-то ясная есть. Тема, значит, если общими словами сказать, то это про трикоциклы. Трикоциклы где? Трикоциклы где? Вообще, в принципе, как понятие. Трикоцикл. Ну, в гомологии оргрупп. В гомологии оргрупп, да. Да, в цепные циклы. Итак, мы строим цепной комплекс следующим образом. Значит, мы берем G, это конечная группа. Конечная группа. И мы строим группы цепей. C, N, T. Ну, отжеливать ее напишем. Это векторное пространство. Или модуль, если угодно. Если на Z. Порожденный всеми упорядоченными наборами. X1 и так далее. XN. Где каждый X, И, ты берешься из G. Ну, так плохо писать, а через звук это очень хорошо. Вот. Упорядоченные наборы длины N элементов нашей группы. Ну, вот каждый такой набор, это базис электронного пространства. Модуля. Так, над Z. Над Z для простоты. Хотя можно и над любым кольцом. Об этом потом еще поговорим. Над чем их имеет смысл рассматривать. Эти группы. Граничный гомоморфизм. D, N, T. Из C, N, T в C, N, M. Устроен так. Явную формулу мы в прошлый раз объясняли ее топологический смысл. Смысл это сумма граней симплекса была. Смысл такой. Формула такая. D, N от X1 и так далее, XN считается. Сначала надо взять набор длины N-1 без первого. Это будет X2 и так далее. XN, XN, а потом, чередуя знаки, брать произведение пар соседних символов этой последовательности и записывать. Потом будет минус X1, X2, X3 и так далее. XN, вот мы взяли пару на первом месте. Это произведение в группе Алексеевича. Потом X1, X2, X3. Это мы берем произведение на втором месте. Скороговорку я лично взял. Да. X4 и так далее, XN. Ну, плюс и так далее, плюс, потом минус 1 в степени N-1, X1 и так далее, XN-1 умножить на XN. Ну и плюс минус 1 в степени N, X1 и так далее, XN-1 без последнего. Ты просто формальное правило хочешь проговорить, чтобы его можно было понять. Вот скорее можно воспринять как выкидывание запятых. Да, можно. Можно выкидывание запятых. Ничто не вписывается в это правило. Ну, первый и последний немножко не вписываются, потому что мы в первом слагаемом просто первый компонент отбросили. А в последнем слагаемом мы последний компонент отбросили. То есть мы как бы, ну, выкинули запятую, если угодно, которая стоит перед X1 и после XN, но их как бы нет, и это немножко в это не укладывается. А все остальные слагаемые, да, совершенно верно. Мы выкидываем запятую после X1, потом после X2, после X3 и так далее. А здесь после XN-1 мы выкидываем запятую и пишем на этом месте произведение. Произведение в группе мы вычисляем. Ну и все. Значит, легко проверить, что DN-1 от DN от X1 и так далее XN. Ну и всегда равно нулю для любой последовательности X1 и XN. Значит, это настоящий цепной комплекс. Ну и по нему, значит, строится коцепной комплекс. Коцепной комплекс. Точно так же, как в стандартной теории гомологии. Значит, группами CN-1 и сверху от G является уже множество линейных отображений, фи, из CN-1 снизу от G в то кольцо, над которым мы все рассматриваем. То есть, в данном случае, ну для простоты в Z, в кольцо коэффициентов. Ну и этот гомоморфизм DN-1 уже действует в сторону увеличения размерности. Значит, DN-1 действует из CN сверху в CN-1 сверху. Это DN-1. И действует он по правилу. DN-1 от фи на наборе длины N-1. Ну, потому что фи это элемент CN, он действует на наборах длины N. А если мы ищем его образ, он будет лежать с CN-1, действует на наборах длины N-1. Значит, от X1 и так далее, XN-1. По определению, полагается это равным фи от DN-1 снизу от этого набора длины N-1. DN-1 от этого набора, это будет уже сумма наборов длины N. И поэтому фи от них можно посчитать, это будет некое число. Ну и вот это и кладется по определению значениям образа отображения фи на этом наборе длины N-1. Ну и все. И точно так же легко проверить, но это просто следует из общей теории, что эти отображения тоже есть не в два раза применить. То есть, что там получается, DN-1 от DN-2 от фи, тождественное равно нулю. Тождественное равно нулю, и поэтому это тоже кограничный гомоморфизм. Вот. Это мы обсудили в прошлый раз. Теперь, значит, наибольший интерес с точки зрения топологии представляет размерность 2 и 3. 2 и 3, потому что размерность 2. Так, давайте я этот кусочек нарисую. Я нарисую этот кусочек как для цепного, так и для коцепного комплекса. Значит, у нас вот есть кусочек C4 снизу, который отображается в C3 снизу, в C2. Ну и так далее. Здесь D4, здесь D3. И с верхними индексами кусочек C2 сверху отображается в C3 сверху, в C4 сверху и так далее. И здесь C2 в C3 отображение это D3 сверху, а C3 в C4 это D4 сверху. Вот. И наибольший интерес с точки зрения топологии трехмерных многообразий представляют размерность 2 и 3. Вот эти два кусочка. Давайте, а именно на самом деле интерес представляют, ну как раз так называемые коциклы в этих группах коцепей. C2 сверху и C3 сверху. Что такое коцикл? Я запишу коцикл. Ну это ко, если ко отбрать, просто цикл. Цикл это то, у чего граничный гемоморфизм 0. Значит, коцикл это отображение, у которого ко граничный гемоморфизм 0. Ну, даже если не 0. Поэтому, значит, два коцикл. Два коцикл это такое отображение фи из C2 сверху. То есть фи, получается, действует на парах и принимает значение в Z, ну раз она действует, ну раз она действует, ну раз она 0 G в C2. Но это такое отображение, что D3 от него это 0. Д3 от фи, тождественный 0. Ну и давайте сейчас не поленимся и выпишем просто условие на это отображение. То есть, в каком условии оно должно удовлетворять. То есть, я бы выпишем это D3 от фи, чему равняется. D3 от фи это уже будет отображение в C3, то есть оно действует на тройках. Ну и надо просто написать, чему уровень D3 от фи на тройке ABC. Это будет, ну вот мы уже сказали, общая формула, как D с верхним индексом действует. Значит, D3 от фи на тройке ABC, это что? Это фи от D3 снизу от ABC. Посчитать. То есть это фи от чего? D3 от ABC это BC, минус, и начинаем забывать запятые. AB, C, плюс A, BC и минус AB. Ну или если раскрыть по линейности, то это будет просто, ну, фи от этих штук. Фи от BC, минус фи от ABC, плюс фи от ABC и минус фи от AB. И это должно быть равно нулю для любых AB и С из нашей группы G. Вот. И вот это условие на 2К-цикл. 2К-цикл это отображение, которое удовлетворяет вот этому равенству. Фактически его можно записать симметрично, то есть, ну, просто приравнять к нулю и перекинуть отрицательные славляемые направо. Получается, что фи от BC плюс фи от ABC должно равняться фи от ABC плюс фи от AB. Вот. Это уравнение на 2К-цикла. Вот. И я в прошлый раз, и в позапрошлый раз, значит, шутил про то, что это соотношение, оно связано с условием ассоциативности. Вот. Ну, здесь эта связь, она, в общем-то, почти что, ну, такая шуточный характер имеет. Давайте я ее поясню. Что-то я не успеваю за твоей скороговоркой. Давайте. Д3 от фи от ABC. Ну, просто по определению это фи от D3 от ABC. Нет, ну, начать для того, что, начать с того, что фи это у нас 2К-цикл, да? Да, он лежит в С2. Это определение сначала, его надо подчеркнуть, а дальше он просто расписывается. Значит, если он лежит в С2, он определен на... На парах. Он определен на парах. На парах. Значит, D3 от него определен на тройках. Так вот, D3 от фи от каждой тройки. Вот оно, правило подсчета образа на любом аргументе. D3 от фи на любой тройке, по определению, это число, которое надо считать так. Это надо взять фи от D3 снизу от этой тройки. Вот. А D3 снизу от ABC. Ну, вот мы сказали, как действуют ДН-ты с нижним индексом. Мы расписали вот эту тройку ABC. Просто расписали как 4 слагаемых, выкинув А, потом забыть про запятые, и потом выкинув С. Так, и на тройке оказалось... Все. То есть, значение на тройке, это сумма значений на этих парах. А фито на парах определено, поэтому фильм не может считать. Надо просто вот именно переключиться, что от тройки у нас аж 4 слагаемых возникло, да? Да. Ну, границу посчитали от тройки. Вот я... У меня в голове образа нет, что граница от тройки считается как 4 слагаемых. А, нет, образ, подождите, образ, как мы раньше обсуждали, пожалуйста. Берем тетрайдер. Тетрайдер. Вот эта тройка ABC, это... С номерной вершины 0, 1, 2, 3. Это порождающая ломаная ABC. Вот она. Вот эта тройка. Вот она, тройка ABC. Как мы от нее считаем D3 от фи? Просто берем грани. Грани этого тетрайдера. У тетрайдера 4 грани. И вот они, эти 4 грани. А это ABC, ABC, ABC и AB, это порождающие ломаные каждой грани. Ну, то есть выписанные в порядке взрастания вершины. Вот, например, грань D0, кроме 0, это натянута на 1, 2, 3. 1, 2 это B, 2, 3 это C. Вот она. То есть это, это D0. И потом, это, это D1, слагаемая, потому что без единицы там 0, 2 и 3. 0, 2 имеет цвета B. Понятно, что у тетрайдера 4 грани, это понятно. D2 и... Просто трудно привыкнуть, что у нас там изначально элементы это точки, а здесь элементы это лёбра. ABC это лёбра, но еще каких-то не все, только порождающие. Потому что это гомологии групп, а не симплексов, ну, то есть не симплециального комплекса. Просто вот этот вот образ, это переход, что на самом-то деле тут нормальный граничный гомоморфизм берется, но только выписывается он для лёбер. То есть цвета рёбра пишутся, цвета рёбер пишутся, и это вот и есть базисные векторы в модулянку. Ну да, и получилось уравнение 2К-цикла. Это вот такая функция. В принципе, можно само это уравнение, эти функции можно искать и независимо. То есть вообще забыть про всю эту теорию гомологии. просто отображения, которые определены на парах, ну, на G в квадрате, на парах элементов группы, ну и которые уже уравнивают вот этому соотношению. Такие отображения можно искать, задаваться вопросом, какие они, что там, сколько их, для разных групп и так далее. Ну, ладно. С ассоциативностью какая-то связь, да очень простая на самом деле. Выбежим условия ассоциативности. А умножить на B, а потом умножить на C, равняется А умножить на результат, Б умножить на C. Тогда, значит, просто надо воспринимать 2К-цикл как некая мера... Вот когда вот здесь вот в этой ассоциативности мы выполняем умножение, надо себе представить, что мы как будто бы, когда умножаем 2 числа, тратим, ну, некую энергию на их переумножение. Для перемножения чисел АБ мы тратим энергии фи от АБ. Значит, здесь мы тратим энергии фи от АБ. Потом АБ перемножили, получили какой-то элемент АБ, и потом умножаем его на С. Тратим энергии, получается, фи от АБ, запятая С. Ну, а там мы сначала ВС перемножили, потратили фи от ВС киловатт, А потом еще А на этого результат умножили, потратили энергию фи от А, запятая ВС. Ну, и условие 2К-цикла означает, что затраты энергии совпадают в ассоциативности. То есть вот это вот фи от АБ плюс фи от АБС, это вот эта вот часть, равняется фи от АБС. Эти фи от АБС. Эти фи от АБС. Сладно, затраты энергии складываем. Потратили 2 рубля, 4 рубля, а здесь тоже сколько-то рублей потратили в сумме 6. Может быть, лучше это не в терминах этих самых... Ну, а что их за 4 рубля-то купить? Элементы перемножим. Ну, наверное, не рубли лучше воображать, а просто пути. Ну, затраты... Ну, да, затраты перемножить. Вот у нас последовательно... Вначале пройти по стрелочке А, потом по стрелочке Б, потом по стрелочке С. Не так будет? Не, ну вот мы... Нет, немножко не то. Мы прошли по АБ, по А и по Б. Ну, что? Сколько-то за это заплатили. А потом по С. Ну, и что? Либо мы сначала прошли по АБ и по С. Сколько-то за это заплатили. А потом... Нет, это немножко не то. Не, 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 не совсем правильно. Да, да, нет, нет. Пути это не тот образ. Да, последовательно не тот образ. Нет, ну почему, если ходить по ребрам вашего цветра, это как раз так получилось? Ну, вот приходим из 0 в 3, только разными. Да какими разными так? В том-то и дело, путь-то один тоже, по А, по Б и по С. Нет, вот вы сначала проходите путь АБ, это как бы третья сторона этого треугольника. Ну да, там можно повесить. И потом проходите по С. Либо вы сначала проходите по А, а потом проходите по третьему ребру треугольника БС. Хорошо, это вы интерпретировали внешние знаки умножения в ассоциативности. Нет, ну это ничем не хуже, чем... Ну правильно, правильно. Просто-напросто на этих ребрах там вот эти вот... Ну ладно. Ну, в общем, это вопрос о том, что два концинга связаны с ассоциативностью. Вот так он связан. Вот, пожалуйста. Вот, но на самом деле это немного шуточная, конечно, интерпретация, потому что тут особо-то и... А чего она шуточная? Разговаривать особо не о чем. Нет, про рубли это, конечно, шуточная. А про пути это как-то более нагрядано. Называйте как хотите. Да. Нет, а более содержательная интерпретация для трика циклов. И она немножко другая. Вот. И тут, кстати, проблема в том, что... Ну вот я что-то смотрел и, например, не придумал вот эти вот интерпретации ассоциативности для других условий коциклов, кроме 2 и 3. Значит, условия 2 коцикла на ассоциативности прям явно видно. И условия 3 коцикла, сейчас я продемонстрирую, его тоже можно там разглядеть на ассоциативности, разглядеть условия 3 коцикла. А вот условия других коциклов, там 4, 5, 5 или 6 коциклов, уже вы не увидите, интересно, действительно, а есть ли такая интерпретация, можно ли ее придумать или нет. Ну, давайте про 3 коцикла обсудим. Итак, ну, начало точно такое же. Так, 3 коцикла. А, да, кстати, если говорить про связь с топологией, то вообще говоря, ну, то, что мы давным-давно обсуждали, вот этот инвариант типа деграфа Литтена, уже все забыли, что там было. На самом деле, такую же самую конструкцию можно сделать и для двумерного случая, для двумерного многообразия, и там тогда весовые функции будут, ну, это 2 коцикла. А для трехмерного случая весовые функции это 3 коцикла. Вот, сейчас ждем, что, пожалуйста. Ну, ладно, потом тогда. Нет, ну, с осталось, на деграфа Литтена, там какие-то весовые функции. Да, что это в точности... А возвал коцикла. Да, что это в точности вот эти функции, функции, которые удовлетворяют условиям коцикличности. Ну, то, что у деграфа Литтена называется весовые функции. А, у всякие, которые там были, те, были... Да, да. Ну, они у деграфа Литтена и сразу называются коциклы, на самом деле. Сразу они так называются. Тогда, что еще ты хотел сказать? Я хотел сказать... То есть он сам догадался, что это как суть нет. Ну, да. Ну, ладно. Так, условия на 3 коцикла давайте. Значит, начало такое же, примерно. То есть мы берем φ, это элемент, c3 сверху, то есть φ действует из, ну, c3 в z. То есть он действует на тройках. Вот. И условия трикоцикла состоит в том, что d4 от него... Тождественный ноль. Вот. Но d4 от него действует на четверках. Вот. И выше явно чего равняется d4 от φ на четверки АВЦД. Это будет... Ну, я уж не буду так. Подробно. Ну, ладно. Ладно. Это φ от d4 от АВЦД. Вот. А теперь сразу распишем, сколько вы думаете. Будет φ от... Забываем про А. То есть тройка ВЦД. Минус φ от... А потом запятые начинаем забывать. АВ, запятая С, запятая Д. Плюс φ от А, запятая ВЦ, запятая Д. Минус φ от АВЦД. И плюс φ от АВЦД. И это должно равняться нулю для любых АВЦД. Из Ж. Из нашей группы. Все. Значит, вот отображение, которое удовлетворяет этому условию. Это трикоцикл. Трикоцикл. Здесь видно три слагаемых с плюсом, два с минусом. Нет такой симметричности, как там. Три положительных, два отрицательных. Если отрицательные перенести направо, у нас получается, что φ от ВЦД плюс φ от АВЦД и плюс φ от АВЦД. И плюс φ от АВЦД должно равняться φ от АВЦД и плюс φ от АВЦД. Ну, это условия на трикоцикл. Трикоцикл. Условия на трикоцикл. Какое отношение это имеет с ассоциативностью? Какое отношение это к нему имеет? Для этого надо написать... Ну, вот, что называется, ноги перекладывать надо. Понимаете, да? Нет, ты понимаешь, что нужно симплекс большего размера. Нет, нет, нет. Само собой, значит, геометрический образ, да, это берется из не трехмерного, а получается из четырехмерного симплекса. Там тогда будет порождающая ломаная длина И4 как раз АВЦД. И мы берем пять граней у нее. И вот как раз получается эти слогаймы. Да, но это геометрическая подоплека. Ничего она тебя не устраивает? Она меня устраивает, и я за нее как раз. Ну, ты хотя бы тогда рассмотреть? Только, ну, сказали уже, все, рассмотрели. Это не рассмотрели, это сформулировали. Формализм написали. Посмотреть и ни на что не посмотрели. Тетрайвер, вы все себе симплекс предлагаете нарисовать? Ну да. Давай. Значит, только... Я в прошлый раз рисовал, но и черт. Четырехмерный. Нет, в прошлый раз, это на прошлой неделе. Четырехмерный. Четырехмерный рисую, да, это пятиугольник. И у него проведены все диагонали. Ну так тут симплекса не видать. Это просто пятиугольник. Что ты предлагаешь? Не представляю, а когда я тетрайвер нарисовал как четырехугольник, с проведенными диагоналями, я вот нарисовал. Заметь. Вот сейчас ты нарисовал иначе. Тогда ты рисовал одну ребро пунктирную. И оно имело трехмерное представление. А теперь ты раз, сделал сплошное, и трехмерность пропала, конечно. Вот. А здесь, значит, тоже номеруем 0, 1, 2, 3, 4. Вот поражение. Тоже. Что такое тоже? Ну, той же. Я говорю, что ты заживал вопрос наглядности напрочь. Да вот она и есть наглядность. Какая наглядность? Просто пятиугольник сделал. Да я проекцию симплекса нарисовал. Чего непонятного? То есть, проекция симплекса? Или вы хотите какую-то другую проекцию симплекса? Конечно. Ну, я не знаю. Ну, и все. И здесь, значит, да, тоже пять граней. Ну, и вот, собственно, это. Куда-то слагаем это? Тут 0. Тут ты пять граней никогда не разглядишься. Это D2, D3. Почему не же выживаю? D4. Короче, я знаю более человеческую проекцию. Это просто рисуешь обыкновенный симплекс, а внутри него еще вершинку помечаешь. Ну, можно и так. Тогда там можно разглядеть все трехмерные грани. Можно и так, да. Внутрь помещаешь машинку. Из нее, значит, проводишь радиальную. Да, да, да. Значит, тогда это, ну, давайте, это будет 0 внутренняя, а тут 1, 2, 3, 4. Ну, и неважно, как. Да, ладно. Наш симплекс разбился на 4 симплекса, еще один симплекс внешний. Да, да, да. И вот порождающая. Получается 5 непересекающихся симплексов. Да, да, да. Значит, грань есть. Ну, да. Внутренние тетраэдры и один внешний тетраэдр с забытым нулем. Это как раз D0. Внешний тетраэдр, а остальные тетраэдры это D1, это нижний, D2, это правый, ну и так далее. Ну, можно и так, можно и так. Ладно. Вот. Нет, я бы по-другому. Я хотел про ассоциативность и перекладывание ног. Дело с тем, что следующее. Надо нарисовать, написать, вот, ассоциативность, но не разовую, а вот такую. Значит, A умножить на B в скобках, потом умножить на C в скобках, и потом умножить на D. И вот это дело, значит, его, вот, цель, вот такое произведение скобок, перевести с помощью правила ассоциативности в скобки, которые стоят, ну, прижаты не к левому краю, а к правому краю. То есть, A умножить на B умноженное на C умноженное на D. Вот. Значит, и сделать это на самом деле можно, вот эти скобки, перевести вот в эти скобки, можно двумя путями. Давайте, собственно, эти преобразования вылечим. Итак, первый способ перевести вот эту расстановку скобок вот в эту, пользуясь только ассоциативностью. Как пользоваться ассоциативностью? Это когда мы X умножить на Y умножить на Z заменяем на X умноженный на Y умножить на Z. То есть, вот так вот, пару скобок передвинуть между тремя множителями, сдвинуть с первой позиции на вторую. Вот такие правила. Вот таким правилом надо скобки передвинуть, все скобки передвинуть. Вот. Значит, делаем это первым способом. A умножить на B умножить на C, это с этого мы начинаем, умножить на D. Что можно сделать вначале? Ну, например, внутри, где A, B, C, передвинуть эту пару скобок. Значит, это будет A умножить на B умножить на C и потом только на D. А потом можно внешнюю, вот, надо B, C, это смотреть как на один кусок, и тогда надо внешнюю скобку передвинуть, не I, а просто передвинуть на один шаг направо. Это будет тогда A умножить на, а там B умножить на C и умножить на D. И потом внутри этой штуки скобку с B, C еще направо сдвинуть на один шаг. Это будет A умножить на B умножить на C, D как раз. Все. И вот мы перевели за, получается, три движения. За три движения. А можно то же самое, A умножить на B умножить на C и потом на D, перевести в тот кусок за два движения. За какие? И сначала надо передвинуть внешнюю скобку, которая с D. Это будет A умножить на B в скобках и умножить на C умножить на D. А потом внешнюю от A, B передвинуть туда. Значит, будет A умножить на B умножить на C, D. Это за два шага, значит, применить. Теперь каждое преобразование ассоциативности можно в духе предыдущего интерпретировать, как ввести некую меру цены за это преобразование. А именно, пусть передвижение скобок у нас стоит F от XYZ. Если мы передвигаем скобки с тройки XY умножить на Z в X умножить на YZ, то пусть это стоит F от X, Y, Z рублей. Ну и тогда, сколько мы тратим денег для первого преобразования? Мы здесь на ABC передвигаем скобки, поэтому мы потратим F от ABC. Здесь мы передвигаем скобки между A, BC и D. Значит, будет F от ABCD. А здесь мы передвигаем скобки для тройки BCD. Значит, тратим F от BCD денег. Здесь мы передвигаем скобки для AB, C и D. А потом для, получается, AB, F, A, B и CD. Fiat A, B и CD. Ну и все. И условия трикоцикла означают, что просто цены равны. Что применить? Вот эти три переноса скобок Fiat ABC, где она? Вот она. Плюс Fiat ABCD, вот она она. И плюс Fiat BCD. Столько же, сколько за два шага передвинуть. Это Fiat ABCD и Fiat ABCD. Ну и все. И вот в этом отношении условия трикоцикла, оно тоже выражает свойства ассоциативности. Но как бы не элементарной ассоциативности на трех элементах. А вот о такой ассоциативности. Перенос скобок между четырьмя множителями. Четырьмя множителями. Значит, это на самом деле имеет... Давайте, это имеет еще наглядную интерпретацию, связанную с треангуляциями многоугольника. Дело все в том, что... Ну, вот эти вот правила расстановки скобок, кто, значит, грамотный, а мы, наверное, здесь все такие, он слышал, что расстановки скобок связаны с числами каталана. Вообще число каталана, это число правильных способов расставить скобки между, значит, там, нужным числом множителей. Вот. А другая интерпретация числа каталана, это число треангуляций многоугольника. Вот. Поэтому вот такие расстановки скобок, они отвечают на треангуляции многоугольника. И вот эти переходы ассоциативности, это преобразование этих треангуляций. Вот. Поэтому можно вот то же самое, то же самое описать на преобразовании треангуляций пятиугольника. Ну, давайте обсудим ее. Как это делается? Итак. Какой образ здесь надо использовать? Вот мы берем пятиугольник. Значит, пятиугольник. Я его нарисую с острием, направленным вниз. Вот. А верхнюю грань, представим, как будто бы это основание, вот по нему этот пятиугольник потолку гремит, вот, висит острием вниз. Гвоздями опять еще раз. Ну, естественно. Мы только гвоздями все прибиваем. Да. Вот. Которых нет врачей, как выяснилось. Вот этот вопрос очень сильно нам все осталось. Тем ценнее их потратить на благое дело. Да. Вот. Значит, и рассмотрим вот такую треангуляцию. Значит, вот это основание прибитых потолков, у него есть левая и правая вершина. Вот давайте выберем треангуляцию, где все диагонали многоугольника выходят из левой вершины. Вот такая треангуляция. А, да. Значит, треангуляции здесь нужны только, ну, диагональные без дополнительных вершин внутри пятиугольника. Значит, на самом деле вот такая треангуляция этого многоугольника, она отвечает той расстановке скобок, с которой мы начинаем всю эту процедуру. Как это увидеть? Да просто вот у нас от... Вот одним основанием наш многоугольник к потолку прижат, осталось четыре стороны. Ну, просто на них поместим как раз эти цвета А, В, С, Д. А, В, С, Д. Вот. Ну и тогда, значит, проведение диагонали, вот у нас первая диагональ, она образует треугольник со сторонами А, В. И вот как будто бы вот это мы две стороны, вот А, В и перемножили. И получили, провели вот эту сторону, получился тут цвет, ну, как у нас, собственно, и было А, В. Потом еще С, значит, мы умножаем эту сторону А, В на С. Получили А, В, С. А потом мы ее еще умножаем на Д. Ну, то есть вот такой образ, он может быть немножко... Может быть, его можно прямо и строго формализовать, но, в общем-то, вот так вот. Проведение ребер показывает последовательность домножения сторон. Это вот то, с чего мы начинаем. А чем мы заканчиваем? Заканчиваем мы точно таким же многоугольником. Тоже у него это верхнее основание, прибито. Остальные ребра идут. Но только у него ребра, значит, проведены диагонали и с правой вершины. Вот. Это как раз и есть вот то разбиение, та остановка скобок, которая нам нужна, конечная остановка скобок. Почему? Потому что вот если здесь А, В, С, А, В, С, Д, цвета на ребрах, то вот у нас самое последнее, это С умножается на Д в самом внутри. Значит, здесь у нас С, Д. К нему В домножается. Здесь будет В, С, Д. И к нему А слева домножается. То есть это А умножить на В, умноженное на С, умноженное на Д. Здесь, ну, можно явно сделать переход, собственно, так это и делается, от треангуляции к расстановкам скобок. Надо взять... Ну, это вообще к нашей системе не имеет отношения, ладно. Надо взять двойственный граф. Просто дерево. Вот так. Надо поставить вершины в центры краней. Ну, давайте вот до. Там начальная треангуляция, с которой мы начинаем. Там три треугольника у нас. Мы ставим вершины в центре этих треугольников. Вот. И соединяем с серединами сторон. Соединяем с серединами сторон. В результате получается дерево. Дерево, значит, которое, ну, наружу выходит как раз на ребра А, В, С, Д, ну и на основание. Вот. Ну и надо расценивать, что мы вот, значит, перемножили А, В, получили вот это ребро, потом к нему домножили на С, получили это ребро, а потом умножили на Д и получили итоговое ребро, ну, цвета А, В, С, Д. А здесь, если мы так сделаем, мы тоже соединим с серединами сторон, то мы сначала С, Д, перемножаем, потом к нему домножаем В, потом получаем В, С, Д, потом к нему домножаем А и получаем такое итоговое ребро А, В, С, Д. Ну, то есть, это, в принципе, то же самое. И, на самом деле, вот это и есть тот самый переход между треугуляциями и скобочными структурами, который показывает, что число треугуляций и число скобочных структур совпадает и считает число каталанно, фактически. Ну, да ладно. Я про деревья прослушал. Что про деревья-то хотелось сказать? Деревья показывают как раз расстановку скобок. То есть, у нас вот те два ребра, которые соединяются в вершине, вот, значит, они перемножаются элементами. Это сколько? А, В. Деревья лучше показывают? Они не лучше. На треугуляции это двойственный язык для скобочных структур. Я понимаю. Вот. А деревья, это и есть двойственный язык, поэтому деревья, скобочная структура одно и то же. Ну, да, да. Но, как бы, когда ты пальцы не тут провел, вот они перемножаются, показалось, что это лучше показывать. Ну, возможно, возможно. Вот. Ну, и все. И тогда вот эти вот преобразования, это фактически перекладывание диагоналей в триангуляции многоугольника. Давайте не поленимся, просто я маленькие картиночки нарисую. Я вот просто смотрю, что там у нас вот на первом дереве, и вот это вот крашеное ребро, там что с чем перемножается-то? А и Б. Может, напрашивается крашеное ребро. Или верхнее потолочное? Да, перемножить с Д. Нет, потолочное это итог АБЦД. Здесь в итоге, здесь итог АБЦД. Собранный вот с этих трех четырех ребер. Так, ладно, значит, вот изначально есть я просто триангуляции небольшие нарисую. Как вы еще эти ребра нацеливать на этом? Ну, да, да, да. Лучше с ориентацией как-то сделать. На дереве еще стрелочки. Да, да, да. Лучше их сделать с ориентацией. Ну, так вот, короче. Вот у нас до была вот такая триангуляция. Все из левой вершины. Вот. И мы передвигаем скобки между АБЦД и С. То есть фактически мы берем это можно интерпретировать все как приклейку тетраэдра по вот этим двум граням. То есть мы берем вот это вот ребро и перекладываем его наоборот. Получаем вот такую триангуляцию. А его ребро оставили, а его ребро оставили. А его ребро обрежать, а не наоборот. Нет, ну, ты веришь на это. Нет, а сейчас я хочу именно триангуляцию поменять. Итак, вот взяли триангуляцию, где все диагонали выходят из левой вершины. Где его решение основания. Вот. И вот первое перекладывание скобок для множителей А, В и С в связи с тем, что мы первую диагональ, ну, которая имела цвет АБ, перекладываем на другую диагональ этого четырехугольника. То есть у нас тут вот есть треугольничек, который при образовании не участвует, а, значит, диагональ, которая имела цвет АБ, она, значит, задержится в четырехугольнике. Ну, с ребрами АБ, С и еще там каким-то. И то диагональ, которая не трогается. Вот. Так вот мы эту диагональ меняем на другую диагональ. Вот. А потом, значит, мы передвигаем вот эту, значит, мы вот эту диагональ. Тогда уж лучше сразу переходить на более привычный нам язык. заменяем на тот же корень. То есть у нас вот эта остается диагональ, а вот эту перекладываем на противоположную. Вот на эту диагональ. А как привычный тогда на языке деревьев это рассматривать? Да-да-да, я поэтому и говорю, это перекладывание ног у дерева. Не перекладывание ног, а это бывает в лип преобразовании, перекладывание ног у дерева. Ты там про перекладывание ног что-то свое изобрел. Все, вот мы пришли к той диагональ. Ну и здесь. В дереве это как раз никакие ноги не перекладываются. Вот это мы сначала заменяем. Это лип называют флип, просто перекладываю, какая разница. Ну как, у флипа никакие ноги не перекладываются. И потом вот это ребро. Ну, значит тоже вот эту диагональ заштрихованную перекладываю и получается нужно на триангуляцию. Все. Ну это, собственно, то же самое, потому что ассоциативность и... Ну, вернее, перекладывание скобок и смена триангуляции на угольник это одно и то же. Ну вот и все. Вот, короче, это что касается условия трикацикла и какой оно имеет, если угодно, ассоциативный смысл. Вот это. А, да, еще что я хотел сказать, что вот этот вот ассоциативный смысл, он на самом деле возникает еще в теории категорий. Мы про это немножко говорили раньше, но сейчас, может быть, теорию... Ну, категории все забыли, но тем не менее, я коротко напомню все равно, а там видно будет, стоит про это продолжать или нет. Короче, категория. Там, вот, если кто помнит, сама-то по себе категория, это понятно, что такое. Множество, там, объекты, морфизмы, операции, композиции, морфизмы. Вот. Но если нам нужны какие-то содержательные категории, тогда нам нужно, чтобы на множестве объектов и морфизмов была какая-то операция. Вот. И поэтому вводится понятие моноидальная категория, да, то есть как множество, на котором задана операция тензорного умножения объектов и морфизмов, которые согласованы, значит, со всем, что надо. Хорошо, в теории категории там ассоциативность автоматически есть? Вот. Совершенно верно. Что я, я вопрос задал. И это тот случай, когда это уместный вопрос. Я прошу прощения, но нет. На самом деле, да, я про это как раз и хотел сказать, что раньше, когда вот мы говорили про эти моноидальные категории, мы так это за кадром оставляли вопрос об ассоциативности тензорного умножения и просто постулировали, что оно всегда есть. Нет, я спросил про умножение морфизмов. Умножение морфизмов? Да. На него... Композиция стрелок. Композиция ассоциативная, это одна из аксиом категории, а тензорное должно быть согласовано с ним. Я просто не помню про ассоциативность, но никакой аксиом. Есть. Я тоже уже позабыл, неважно. И про другое хочу сказать, что вот поэтому вообще в теории категорий разделяют два понятия. Есть строгая моноидальная категория и просто моноидальная категория. Так вот строгая моноидальная категория, это категория, в которой считается... Так, давайте я вот эту картинку сутру. Строгая считается, в которой, что для любых трех объектов x тензорно на y, а потом тензорно на z равняется x тензорно на y, умноженный на z. Вот. А вообще говоря, в моноидальных категориях это равенство не выполняется, и даже и может и не выполняться. Вот. И для этого в целом, ну так в общем подходе, потому что категорный подход, он же так, претендует на наиболее общность, чтобы там, так сказать, все было фиксировано. Вот. Вообще говоря, в общем определении моноидальной категории вводятся дополнительные морфизмы, которые называются ассоциаторы. Так. Что-то тут, если опять такой скороговоркой все-таки протараторил, что там, к чему относишься, и что есть, где чему нету, каша. Просто чуть-чуть почетче и может быть фиксируем на носке. Вот у нас вот эта тензорная ассоциативность тензорного произведения, если она имеется, тогда что мы... Это называется строгая моноидальная категория. Строгая моноидальная категория. Тензорное произведение тоже не во всякой категории наличество. В моноидальной, да. Нет, наличие стоит моноидальной, ассоциативно, но строгая. Точно. Определение вот этой тензорной операции, я не помню. Да, правильно, не помните, потому что... Ну, как там говорят, что категория называется моноидальной, если на множестве объектов заданная операция тензорного умножения, на множестве морфизмов определена операция, которая там удовлетворяет ряду аксиом, согласованностью между собой, там, с композициями морфизмов, с тождественными морфизмами и так далее, и так далее. То есть там есть некий набор условий согласованности, некоторые даже формулируют это на языке функторов, типа задан функтор, там, вот тут и туда, но это уже формы, как сказать. И для простоты всегда рассматриваются, ну, как правило, в учебных целях всегда рассматриваются строгие моноидальные категории. А x, y, x, z это объекты. Это объекты, да. Где просто выполняется равенство. Хотя на самом деле в реальности равенства нет. Потому что, например, даже для категории векторных пространств, для категории векторных пространств, где объектами являются векторные пространства, тензорное умножение, тогда обычное тензорное умножение векторных пространств, И там это не совпадающие векторные пространства, а изоморфные. Но если, так сказать, вот это вот забыть, что изоморфные векторные пространства считать совпадающими, тогда будет строгая моноидальная, хотя реально она не строгая. А здесь между ними стоит какой-то изоморфизм. Поэтому с общей точки зрения требуется, чтобы на самом деле для моноидальной категории, моноидальная категория не строгая, Там, помимо того, что задана операция тензорного произведения на объектах и на морфизмах, также должны быть определены вот так называемые ассоциаторы. Что такое ассоциатор? Ассоциаторы. Это морфизмы, которые параметризуются тройками объектов, альфа, так сказать, с индексами x, y, z, которые являются изоморфизмами в категории, то есть морфизмами, обратный тоже морфизм, композиция тождества, между как раз вот этими двумя объектами. x умноженный на y, а потом на z, и x умноженным на y, умноженный на z. То есть в общем случае требуется для задания структуры моноидальной категории, чтобы была определена операция тензорного умножения, и при этом для каждой тройки объектов были заданы вот эти вот ассоциаторы. Изоморфизмы, фактически просто морфизмы между вот этим объектом и вот этим объектом. Ну, если кто... То есть, чтобы равенство выполнялось? Нет, в том-то и дело... Нет, с помощью ассоциатора выполнили равенство. Ну, не равенство там выполняется, в том-то и дело, что равенство заменяется на наличие морфизма. Фу-то, у меня же применили морфизм, получили равенство. Ну, как-то... Неправильно, неправильно. Значит, не надо... Неправильная диаграмма, нет? Нет, нет. Значит, не надо думать о морфизмах как об отображениях. Ну, вернее, можно. Ну, в общем, короче, морфизмы должны быть. Хорошо, у этих морфизмов есть хоть какие-нибудь свойства? Да. И, значит, эти морфизмы должны быть не абы какие. Они должны удовлетворять условия согласованности между собой. Реально это просто вот этой... Они должны удовлетворять пятиугольному соотношению, которое суть правила расстановки скобок. Ну, то есть, вот эти вот, удовлетворять пятиугольному соотношению, которое выражает в себе, что вот такую расстановку скобок можно свести вот к такой расстановке скобок двумя путями. Ну, Град, вот это вот, то, что называют словом соотношение, пятиугольное соотношение, является каким-то равенством? Это равенство на композицию этих морфизмов, да. Все-таки это равенство. Это равенство на композицию морфизмов. Ну, потому что, да, собственно, так и пишется, что мы берем начальный объект x умножить на y умножить на z, а потом умножить на w, и сначала его какой-то путем преобразуем с помощью композиции этих ассоциаторов в тот x на y на z умноженный на w, и другим путем, и другим путем. Ну, так я вам понравился. Здесь, на самом деле, два пути. Один длины 3, другой длины 2. То есть мы применяем либо композицию 1, 2, 3, либо 1 и 2. Нет, а все-таки я хотел вернуться к определению ассоциаторов. То есть, а там что стоит тогда? Значит, ассоциаторы... Это семейство морфизмов. Хорошо, вот взяли твой x, y, z. Да. Соответствующий ассоциатор и выполняется что? Еще раз, значит, надо подходить так. Сейчас я продемонстрирую, если время позволяет, я продемонстрирую, потому что тут... Ага, нормально по времени. Сейчас я не забуду вернуться. Что я продемонстрирую? Дело все в том, что... Ну, как бы, не пафос, а хорошее момент состоит в том, что ассоциаторы для определенной категории, которая возникает из групп, мы это уже раньше обсуждали, это в точности трикоциклы. Поэтому все это связано. Это все одно и то же. Ну ладно. Дмитрий Глебович, морфизм это не отображение, что ли? Я всю жизнь считала, что это отображение. Это не всегда отображение. То есть в каких-то категориях морфизмами являются отображения, а в каких-то это может быть что-то другое. И в этом и состоит, собственно, пафос теории категории. Так, секундочку. Ассоциаторы могут быть не отображения? Могут. Могут. Ах, от теории зависит. Нет. Но дело абстрактное. Просто говоришь, что ты допускаешь, что это не отображение. Другое дело, конкретный пример. Есть пример, да. Есть пример, когда это не отображение. Так, давайте поэтому сначала я отвечу на вопрос Владимира Викторовича, а потом рассмотрим этот пример, который как раз ведет, для которого вот эти ассоциаторы, это обычные трикоциклы. Вообще, может быть, лучше все-таки начать с частных примеров, когда это отображение, все успокоятся. Значит, еще раз. Вот зачем нужны ассоциаторы? Дело все в том, что если в категории определена операция тензерного умножения объектов, ну и морфизмов, то х умножить на у, а потом на z не обязан совпадать с х умножить на у умножение на z. Это разные объекты. Просто это разные объекты. Ну а кто с этим спорил, когда они? Нет, подождите. Это могут быть разные объекты. И поэтому структура моноидальной категории требует, чтобы для этих двух разных объектов был выбран некий морфизм между ними. Прям выбран один конкретный морфизм между ними. И этот морфизм называется тогда ассоциатором, сопоставленным этой тройке объектов x, y, z. Это морфизм между вот этими двумя объектами, x, y, z и x, y, z. Нет, он удовлетворяет вот такому неже. Да, угодно. Значит, и семейство этих ассоциаторов должны удовлетворять пятичленному соотношению. Ну ты ж напиши ему. Надо уже от милиндерских представителей. Подождите. Нет, подождите. В определении ужасно. Я его сейчас напишу, если кто-то этого просит. Это ужасно. Да нет, вы писал этот, Дураев. Да не Пентагон этот боксер, а просто. Вот у нас есть тройка x, y, z. Да. Здесь поставлен некий морфизм. Да. Любой. Нет, какой-то конкретный, который должен удовлетворять отношения. Кроме пятиугольного соотношения, чему мы должны удовлетворять? Да нет. В том-то и дело, что нет. Собственно говоря, слово ассоциатор, оно говорит о том, что нужно бесписпичить ассоциативность. Да, но дело в том, что в пятиугольном, пятичленном соотношении участвует не один ассоциатор, а разные из этого набора там участвуют. Поэтому пятичленных соотношений на самом деле много для каждой четверки объектов x, y, z, w, и они вот замешивают между собой все эти ассоциаторы. То есть да, это выбор каких-то конкретных морфизмов, которыми все скопом удовлетворяют пятичленным всем возможным соотношениям. Чтобы не было вот этого разнобойного, просто сказать, что ассоциатор это альфа, определенная на множестве троек. Это морфизмы, параметризованные тройками, да. Ну а что, я что-то другое сказал? Ну то есть это морфизмы. Их столько, сколько разных троек объектов. Ну и сразу на множестве троек определенные. Да не на. Когда вы говорите на чем-то, значит, это отображение из троек куда-то. Множество морфизмов. Можно. Так можно сказать, да. Ну можно так сказать, что каждые тройки... На множестве троек объектов? Да. Отображение множества морфизмов. Значение множества морфизмов, да. Так, значит, я могу, но это страшно немножко выписывать явное условие на эти ассоциаторы. Дело все в том, что... Ну давайте попробуем, ладно. Давайте попробуем, не побоимся. Да нет, нет, нет. Я писал, страшно мучился. Ну и не надо мучиться. Мы кто-то человек. Мы напишем, не будем мучиться. Итак, значит, ну давайте вот сначала выполним три морфизма, которые сводят скобки, ну передвигая скобки направо. И вот мы сказали, как тут надо сделать. Сначала надо между x, y, z передвинуть скобочки. Значит, это будет x умножить на y, z, а потом на w. Вопрос, какой морфизм мы здесь применили? Вот. Мы на самом деле множитель w, v оставили без изменений. А применили морфизм ассоциативности на тройке x, y, z. Поэтому здесь, на этой стрелке, выполнен морфизм. Ну, как бы, он отвечает морфизму. Альфа с индексами x, y, z тезер на натожительство объекта w. Да. Потом. Точно. Да, хорошо. Отлично. Потом, значит, мы сказали, что нам надо вот эти внешние скобки передвинуть туда. Значит, у нас получается x умножить на y, умноженный на z, а потом на w. Потому что мы, как бы, w-шку с ней ничего не делали. Да, четвертый. Четвертый, да. А сделали только в третьем. Теперь, дальше. Значит, мы теперь передвигаем скобки между x, y, z, это как один объект, и w-шкой. Значит, применяется, ну, соответствует здесь ассоциатор, композиция с ним, с ассоциатором альфа, с индексом x. Второй объект это y, тензер на z, а третий, это w. И, наконец, третье действие, это мы между y и z, скобки сдвигаем, чтобы они захватили w. Значит, получается x на y на z на w. Ну, и здесь, понятно, мы выполняем, как и в первый раз, тождество на x, тензер на альфу с индексами y, z, w. Вот. И тут, значит, реально выполнена композиция трех морфизмов. И получается морфизм между вот этим объектом и вот этим объектом. Композиция вот этих трех морфизмов. Так, тут немножко ненормально. У нас последнее написано альфа, y, z, w. Вот и если стрелочку направить в предполагающее направление. У нас ассоциатор, он скобки слева сдвигает направо. И мы здесь скобки слева сдвинули направо. Ага, ну да. Так что нет, здесь все в одну сторону происходит. Ну, раньше же у нас никаких вот этих цен не возникло в другую сторону. Все, ну а другой путь, он за два преобразования. Значит, первое преобразование. Это мы должны, что получается, сначала внешние скобки сдвигать, да? Это будет x на y, а потом на z, w. Вот. Что мы применили? Мы применили ассоциатор альфа для x, y. Это первый множитель. А потом z, w. x, y одним пуском идет, а потом z, w, сдвинули. Ну, а потом вот это дело переводим вот сюда. Применяем какой? Вот эту скобку, да? Меняем. То есть это будет альфа, x, y, а на третьем месте z, w. Ну и все. Теперь, значит, вот петчищенное соотношение, петчищенное соотношение. Что это такое? Ну, это просто равенство на морфизм, который говорит, что вот эта композиция должна равняться вот этой композиции морфизма. То есть, ну, это некое... Если воспринимать морфизмы как отображение, то это операторное соотношение некое. Если ассоциатором тендерное произведение пары переводит он в специального вида, опять в пару. Нет, он ассоциатор, это морфизм между объектом, первый объект, это x на y, а потом на z, а второй объект, это x на y умноженный на z. То есть, это два разных объекта, ну, может, одинаковые будут, но если выполнить вот это умножение, может, это одинаковые объекты, может, это разные объекты, неважно, какие-то объекты будут. И вот это морфизм между ними. А как формулой писать эту штуку? Ну, просто композицию писать. А как это будет? Кружочком. Ну и как? Слева направо или справа направо? А как хотите писать? Как хотите. Должно быть что-то каноническое. Ну, значит, пишут справа налево композицию. То есть, композицию морфизмов в книжках читают справа налево, ну и поэтому мы пишем вот этот морфизм, потом слева от него вот этот, и потом слева от него вот этот. Это называется справа налево? Нет, никогда выполняется в обратном порядке. Так Филипп показал, вначале это, вначале это, потом это, и обозначил, по-моему, слева направо. На справа он говорит справа налево. Сейчас я напишу соотношение. У меня вот это вот, я задачу. А все, значит, первый это вот этот морфизм, и мы его пишем с самого правого конца. Это первый, который выполняется. То есть, альфа, x, y, z, тензорно на id, w. Надо сказать, как арабы пишут. Да, да, да. Второе, которое выполняется. Это вот этот. Как кто? Арабы. Арабская. Я не видел, как арабы. Но арабы пишут справа налево же. Я ж, ну и не видел. Но вообще арабский язык справа налево. Ну я тоже с ним не знакомился. А вот зайдите в интернете, учебник ультиматики на арабском. Ну вот, 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 какой ценный совет. В интернете, да еще учебник. Да ладно, не тысяч. Все, вот оно ползи. Получается, значит, вот она композиция, но ее надо читать справа налево. Самый правый это первый. Понятно, что надо было перестать, да? Да. А последний это который слева написал. И это должно равняться вот этой вот, значит, самой первой. Потому что я бы это комментировал другими словами. Что надо взять последний и писать первым. А ты взял первый и стал писать в конец. Ну да. И это как бы здесь. Альфа, x на y, z, w. Ну вот все, пожалуйста. Операторное соотношение. И оно уничтожено для каждой четверти x, y, z, w. Значит, и вот совокупность этих аморфизмов должна удовлетворять этим соотношением. И если оно удовлетворяет, это называется, значит, ассоциаторами тогда. На самом деле для моноидальной категории там нужны еще аналогичные штуковины для нейтрального элемента. Но это уже, давайте, дело техники. Потому что там должен быть нейтральный объект, умножение на который не меняет. Так вот реально оно не меняет. Из-за морфизма существует. Вот это имею в виду, что x на единицу в строгой это x. А на самом деле это rx, это морфизм rx из x на 1 в x. Вот эти rx, еще и rx, это умножение на единицу слева, тоже морфизмы. И они должны с ассоциаторами тоже быть согласованы. Я вот это вообще не воспринял, что это такое было сейчас. Да я забыл. Я смотрю. x единица, rx какой-то, что это такое. Все это не нужно. Ладно. Вот. На моноидальной категории еще есть особый объект. Да. Единица. Который называется единицей. Да. От слова маноид. Да. Потому что в маноиде, это полугруппа с единицей. Ну да, нейтральный элемент. И он на самом деле тоже должен быть нейтральным, не в смысле умножения, а ну вот даже такие же. А вот это колесико тензорное имеет какое-то отношение к слову полугруппа? Ну да, это же типа как операция на множестве объектов, на множестве морфизмов. Ну типа операции, поэтому согласовано с... Похож на понятие маноида, поэтому мы называем моноидальный. Не, не, я просто пытаюсь понять. В полугруппе-то есть какая-то аксиома? Ассоциативность, может быть? В полугруппе ассоциативность только есть. А тут у нас моноидальная... А в моноиде есть еще нейтральный элемент. А в моноидальной категории ассоциативности вообще говоря нету. Есть ассоциаторы, да. Либо они могут быть... Все тоже здесь, но мы тогда это равны. А моноидальная категория обязана быть снабжена ассоциаторами? Да, обязана, в этом-то и дело. Она обязана, но иногда для простоты считается, что все ассоциаторы тождественны. И тогда пишут просто равенство между объектами. Не морфизм между объектами, а равенство между ними. Если каждый из них просто... Ну если все ассоциаторы тождественны. А это как понятие? Тождественные? Ну так, понимаете. Ничего не понимаю. Ну это объект. И это объект. В категории... Ну в какой-то категории эти два объекта могут оказаться равными. А просто один и тот же объект получится. Вот. Ну а между... Для любого объекта есть всегда морфизм тождественный. Тождественный морфизм. Ну и в этом случае тогда пишут просто равенство. Если выполняется ассоциативно. Ну в общем, это категорные все вещи. Они, если их в руках все время не держать, мы... Ну, забываются и отключаются. И кажется, что это за умью. Хотя на самом деле все это естественно и имеет смысл. Пример давайте. Пример, какое отношение ассоциаторы имеют к трикоциклам групп. Вот. Анонс. Это они и есть. Это они и есть. Ну, потому что похоже. Мы объяснили. Трикоциклы связаны с ассоциативностью. Ассоциаторы связаны с ассоциативностью. Только в какой категории? В какой категории ассоциаторы? Это три кациклы. Ну вот следующая категория. Это очень простая категория. Мы про нее раньше уже говорили. Давайте я еще раз ее опишу. Итак. Простая категория. Простая не в каком-то формальном смысле, а в человечестве. Простая категория. Для группы ЖЭМ. Верно ли, что любой ассоциатор можно обозвать трикоциклом? Или наоборот? Что там такое? Неверно. Чтобы говорить о трикоциклах, уже должна быть структура цикнового комплекса. Я попытался повторить то, что услышал от Филиппова. Значит, давайте приведем пример категории. В которой ассоциаторы — это в точности трикоциклы группы. Приведем пример такой категории. Это очень простая категория для группы какой-то. Для любой группы можно построить эту категорию. Возьмем ее. Сейчас запишем ее, она легко отстроится. Еще раз просто тезис. Категорию для группы, в которой ассоциаторы — это в точности трикоциклы. Или наоборот? Нет, именно так. Ассоциаторы этой категории — это трикоциклы. Просто, наоборот, если у нас есть группа, то у нас автоматически возникают трикоциклы. Да, верно. А ассоциаторы автоматически не возникают. Ассоциаторы в категории. То есть, если мы возьмем категорию соответствующую какую-то, которая сейчас будет дописана, то ее ассоциаторы — это в точности трикоциклы вот этого цепного комплекса. Вот такая связь. Как она строится? Возможно, кто-то и помнит, а может быть и нет. Значит, объекты. Фиксируем конечную группу G. Просто G — конечная группа. Она фиксирована. Тут не надо думать, что я сейчас хочу описать категорию групп. Нет, не категорию групп, а категорию, которая строится по одной конкретной, взятой в руки группе. По одной конкретной группе. Так вот ее объекты — это элементы G. Если G — 5 элементов, то в категории 5 объектов. Морфизмы. Вот это тот пример, когда морфизмы — это не отображение. Потому что, чтобы описать множество морфизмов для каждой пары объектов, мы берем два элемента группы — это объекты. Что является морфизмами между ними, между этими двумя объектами? Так вот, говорим, что множество морфизмов между элементами A и B — это как множество. Это либо множество, состоящее только из числа 0, если это разные элементы группы. И C — множество комплектов чисел, если это одинаковые объекты. То есть, значит, для разных объектов есть только один морфизм между ними — это число 0. Морфизм — это числа, получается. А если это одинаковые объекты, то между ними есть много морфизмов. И это просто любое комплексное число. Вот, тут это уже как... Ну, это можно, наверное, интерпретировать как отображение, но не очень уместно, по крайней мере. То есть, морфизмами здесь являются числа. Операция композиции. Композиция морфизмов — это просто умножение чисел. То есть, если у нас есть три объекта A, B, C и два морфизма между ними — из A в B и из B в C. Но из A в B там какое-то число X. Между морфизмами B и C какое-то число Y выбрано. Ну, тогда морфизм между A и C — это число X умножить на Y. Дело в том, что если B отличается от A, но тогда X — это ноль. Тогда C, может быть, с B совпадает, и Y — это не ноль. Но их произведение всё равно ноль, потому что ведь A отличается от B и C. Ну, в общем, всё тут согласовано, получается, вот с этим правилом. То есть, здесь не может так оказаться, что это число будет не нулевое, хотя объекты разные. Такое оказаться не может. Поэтому, если A и C разные, то и произведение тоже будет ноль всегда. Вот. Это, значит, композиция морфизма — произведение чисел. Теперь ещё надо определить операцию тензорного умножения. Вот. Значит, тензорное умножение объектов, то есть элементов группы — это умножение в группе. A умножить на B — умножение в группе. А тензорное произведение морфизмов — это, ну, морфизм — это числа, это тоже умножение чисел. x умножить на y. Тоже умножение чисел. Вот. Значит, и здесь, вот теперь, вот мы, значит, придумали такую операцию тензорного умножения на вот такой категории. Ещё раз, объекты — элементы группы, морфизмы — это числа. Числа. Ну вот, да. Значит, композиция — это умножение. Вот придумали операцию тензорного произведения. Это умножение в группе — строится новый объект. И умножение чисел, как морфизм. Вот теперь вопрос. А можно ли тут придумать, надо ли здесь придумывать ассоциаторы? Во-первых, конечно, в группе выполняется ассоциативность. Поэтому можно было бы не делать эту всю заумь и выбрать не на никаких ассоциаторов, просто сказать, что это строгая моноидальная категория, потому что а на б на с равняется а умножить на б на с в группе любой. Вот. Но можно ввести структуру моноидальной категории с недождественными ассоциаторами. Для этого, значит, у нас каждой тройке АВС, каждой тройке АВС должен быть сопоставлен морфизм альфа с индексами АВС. Это должен быть морфизм между кем и кем? Между элементом группы А умножить на С в А умножить на Б на С. Но, значит, в группе это одинаковые элементы. Потому что в группе ассоциативность выполняется для умножения. Поэтому это один и тот же объект нашей категории. Поэтому ассоциатор – это любое число. Значит, это число. АВС – это число. Которое должно удовлетворять, и этот набор чисел, сопоставленных тройкам, должен удовлетворять пятиугольному пятичленному соотношению. Но, значит, у нас умножение морфизмов – это произведение чисел. Поэтому пятичленное соотношение, вот это, которое здесь написано, оно просто превращается, вот эта операция композиции превращается в умножение. А тождественные морфизмы – это числа один, само собой. Поэтому вот это превращается просто, что произведение вот этих трех чисел должно равняться произведению вот этих двух чисел. Если записать это в аддитивной записи, это будет в точности условия на трикоциклы. Поэтому ассоциаторы в этой категории – это трикоциклы. Все. Теорема трикоциклы. Теор Stone backside фонарина. Теорема трикоциклы. Продолжение следует...